Добрый день! Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Найля Джумаева и в сегодняшнем сообщении я планировала рассказать о терапии инвазивного кандидоза, однако в связи с тем, что разработанный мною подход, используемый в терапии инвазивного кандидоза, кардинально отличается от протоколов лечения неинвазивного кандидоза, предлагаемой нами ранее, с применением оттестированных доз нестатина, то сегодня я хотела бы ознакомить вас с совершенно новым подходом к терапии заболеваний внутренних органов, основанным на использовании особых свойств лазеров малой мощности. Фотобиомодуляция или иначе терапия с применением лазеров малой мощности предполагает собой применение красного или инфракрасного излучения в терапии различных состояний. Механизм лечебного действия лазеров малой мощности в настоящее время не получили точного объяснения в научном сообществе, что несколько тормозит их применение в медицине. Тем не менее, известны их оздоровительные действия, противовоспалительные эффекты, повышение иммунитета, активации макромолекул ДНК и РНК, а также отсутствие неблагоприятных исходов при их применении и, что особенно важно, возможность неинвазивного использования лазеров малой мощности. Поэтому метод лазертерапии, безусловно, весьма перспективен и требует дальнейшего изучения. Мое знакомство с лазерной медициной произошло в конце 90-х годов прошлого столетия, когда после многих лет использования акупунктуры в терапии своих больных я обучилась методу лазеропунктуры и начала применять его на ряду с традиционной акупунктуры в своей лечебной практике. Первые результаты меня действительно вдохновили. И после долгих поисков в литературе я впервые узнала о работах Международного научно-исследовательского института космической антропоэкологии, возглавляемой на тот момент академиком Российской академии медицинских наук профессором Казначеевым Владимиром Петровичем. В ноябре 2003 года состоялась наша встреча в Новосибирске. Я поделилась с Владимиром Петровичем своими трудностями в терапии больных инвазивным кандидозом и объяснила, что в последнее время наблюдается тенденция к росту тестеромодоз нистатина. При этом зачастую разовые дозы препарата превышают 15 миллион единиц нистатина и более. Владимир Петрович в свою очередь предложил мне ознакомиться с работами возглавляю его им института. И тут впервые я узнала о созданном сотрудниками института устройство для дистанционного переноса свойств лекарственного препарата в организм больного. С любезного согласия академика Казначеева я получила на руки патент, описывающий данное устройство, и по приезду домой мне удалось создать аналогичное устройство. Патент Российской Федерации предлагается вашему вниманию, и он находится в открытом доступе в интернете. Мой первый опыт применения данного устройства был связан с больной 30 лет, страдающей хроносепсисом и септикопиемией, которая сопровождалась образованием мистестатических флегмон мягких тканей, формирующихся постоянно в различных местах ее организма. В анамнезе у нашей больной был аппендектомия в пятилетнем возрасте с последующим гнойным перитонитом и септическим состоянием. Больная была постоянной пациенткой Республиканского центра гнойной хирургии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан. Почти ежемесячно она попадала туда с целью вскрытия флегмон, формирующихся в различных участках ее тела, и при этом при вскрытии у больной выделялось до литра гнойного содержимого с резким неприятным запахом. Должна сказать, что в патенте, предложенном мне коллегами Института космической антропоэкологии, в качестве примера использования данного устройства его применяли для первой переноса свойств инсулина в организм больных с сахарным диабетом второго типа и переноса свойств адреналина в организм больных с нарушениями сердечного ритма. Во всех случаях за пациентами велось наблюдение с регистрацией необходимых лабораторных тестов, присущих изучаемым параметрам заболевания больного. В качестве источника света в патенте предлагали использовать гели-неоновый лазер. Однако, поскольку меня интересовали вопросы, связанные с терапией инфекционных заболеваний, к которым в том числе относится и инвазивный кандидоз, то после тщательного анализа я пришла к выводу о необходимости внесения некоторых изменений в российский патент. Разработанный мною метатерапией заболеваний запатентован. Я начала работать по данной технологии с больной с июня 2004 года, после того, как получила согласие больной на проводимую терапию. Больная была направлена ко мне на лечение специалистами Республиканского центра гнойной хирургии и хирургических осложнений сахарного диабета Министерства здравоохранения Республики Узбекистан в 1995 году. В моем случае в качестве источника света служит красный полупроводниковый лазер с длиной волны 650 нанометров и с напряжением 15 милливатт. Само устройство содержит лекарственный препарат и полый замкнутый цилиндр из неэлектропроводного материала. Ворох цилиндра с наружной стороны закручен по спирали световод, подключенный к источнику света. Лекарственный препарат размещен во внутреннем пространстве цилиндра. На предложенных вашему вниманию фото вы можете видеть состояние больной на сегодняшний день. Фото демонстрируют многочисленные рубцы, расположенные практически на всей поверхности тела больной. У нее практически отсутствует брюшина, как вестеральная, так и поэтальная. Меня восчищает мужество этой женщины и ее стремление к жизни. Наверное, этот факт и побудил меня сделать все возможное, чтобы помочь ей жить с полноценной жизнью, насколько это возможно. Работа продолжалась в течение полутора лет и завершилась полным исчезновением инфекции в организме больной и прекращением формирования флегмон мягких тканей. Теперь о самой работе. При первичном осмотре в июне 2004 года в районе правой голени, нижняя треть, с медиальной стороны, у больной наблюдалась рана размерами 10 на 6 сантиметров с гудайным отделянием с крайне резким неприятным запахом. Флегмона этой зоны была приобретена 6 месяцев назад. Из того периода она не гранулировала. При этом наблюдалось постоянное воспаление и гнойное отделяемое. Адекватная антибиотикотерапия больная не получала из-за финансовых проблем. При бакридологическом исследовании отделяемого рана у больных выселивался протеоз инфекции, кандиды спишес, птихбаноносаорогеноза, стефилококос эпидермалис и стриптококос спишес. У больной также наблюдались гинекологические выделения, гнойного характера и античные выделения из раны. Колебания температуры тела составляли от 38 градусов Цельсия до 40 градусов Цельсия. На первом этапе работы с больной я провела трехкратное воздействие с применением устройства в течение трех недель. В процессе медикаментозного тестирования с использованием назудов мною также были выявлены выжеперечисленные возбудители. И я приняла решение на точнельном этапе уничтожить дрожжеподобные грибы родных кандиды спишес. Мое решение основывалось на факте, что кандида является маркером иммунодефицитного состояния, а также фактором отягощающего состояния раны. Медикаментозное тестирование, проведенное с целью определения дозы анистатины, выявило в максимальную дозу 4 миллиона единиц препарата. Само воздействие было оказано на лимфатическую систему, для чего устройство для переноса свойств препарата было размещено над проекцией грудного лимфатического протока, а также на первую и последнюю точку меридиана лимфатической системы, согласно рекомендации доктора Фоля. На следующий день в ране появились сильнейшие боли, оккупируемые только большим введением физиологического раствора в течение суток. Сама рана полностью очилась в течение двух дней. На представленном вам фото вы можете видеть, как выглядела рана на третий день после воздействия с применением устройства для переноса свойств лекарственных препаратов, в поле которого размещался анистатин. У больной одновременно изменился характер гинекологических выделений. Гнуэльные выделения прекратились полностью, и они приобрели характер творожества молочных выделений. Результатом бак-посева было подтверждено исчезновение в ране стезодомона, саурогеноза и протеус инфекции. В последующие три дня у больной вновь формировались флегмоны с задней поверхности бедра справа и поясничной области, где, соответственно, при вскрытии выделялось литр и полтора литра гноя. Но что интересно, и формирование самих флегмон, и последующий период восстановления раневых поверхностей протекали значительно быстрее. В течение двух-три дней. И при этом на фоне значительно более легкого состояния больной и без температурной реакции. В последующие 12 месяцев больная боль не обращалась в течение учреждения, поскольку процесс образования флегмон у нее прекратился полностью. Бак-посев, выполненный в апреле 2005 года, выявил наличие стритотоков суверидос в мокроте у больной. Диагноз хронической отруксидной заболевания легких. По поводу чего я, согласно данным антибиотикограммы, использовала в поле излучателя препарат Абактал. В этом случае мне потребовалось всего два воздействия с применением устройства для переноса свойств лекарственных препаратов, после чего у больной прекратилось выделение мокроты и восстановилось дыхание. Уважаемые коллеги, я ознакомила вас сегодня совершенно новым, уникальным по своей сути методом уничтожения возбудителей различных заболеваний. Я не хочу затруднять вас сегодня возможным объяснением механизмов действия данного метода. В следующем своем ролике я ознакомлю вас с собственным опытом использования данного метода в терапии инвазивного кандидоза и попробую объяснить, как я понимаю сам механизм действия, предложенного вашим вниманием устройства для переноса свойств лекарственного препарата в организм человека. Благодарю вас за внимание и до скорых встреч!